Едем на автобусе в средневековый город Мдину. Мдина историческая, самая первая столица Мальты. На протяжении веков она была главным городом на острове, пока на Мальту не прибыли рыцари, госпитальеры, и не перенесли столицу в свой новый укрепленный город на побережье Валетту. Сегодня мы прогуляемся по Мдине. Мдина находится примерно в центре острова, на вершине холма, откуда хорошо просматривается большая территория. И со стен крепости видно Средиземное море. Город на этом месте существовал еще при финикийцах и продолжал развиваться при римлянах. Римляне назвали город Мелита. По мосту, через широкий средневековый ров, проходим через главные ворота Мдины, ворота Святого Павла. Сразу на входе, справа находится вход в застенке Мдины, или музей пыток. Чуть дальше за оградой возвышается дворец Вилены. Большой дворец занимает Национальный музей натуральной истории. Прогуливаемся по узким улочкам города, в котором проживают около 300 жителей. Некоторые жители ведут свою родословную еще с финикийцев. Удивительно, но по таким узким улочкам еще и автомобили ездят. На дверях металлические стукалки установлены. Или стучалки. Правильное название. Дверной молоток. Есть и звонки. Хороший теплый. Не, арабы молодцы. Належили с ветра. Построили все плотненько. Интересно. Птички-то поют. Птички. И какой? 27-е, да? 27-е февраля. Если бы не холодный ветер, то бы вообще все прекрасно. О! Какой мальтийский крест идет. Ага, возможно. Это и Наполеон. Такой молодой. Вернее, Бонапартич. 16 рублей. Не хочешь? Зимой 60-го года близ берегов Мальты произошло кораблекрушение, которое, к счастью, закончилось благополучно для моряков и пассажиров судна. Они добрались до суши и спаслись. В числе спасшихся был апостол Павел, которого везли на суд Кесаре в Рим. Три месяца знаменитый арестант провел в гроте в городе Мелита и был принят губернатором острова Публием. Цитата из Деяний апостолов. Он, Публий, принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публии лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него, руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Результатом этих чудесных исцелений и проповедей Павла стало принятие жителями острова христианства. Публий тоже уверовал во Христа и стал первым епископом Мальты. Он почитается римско-католической церковью как святой. В IX веке Мальту завоевали арабы. Они разрушили Мелиту, но впоследствии расчистили верхнюю часть холма и построили там свой город Мдину, схожую по названию, с Мединой. Новый город обнесли стенами и перед входом вырали ров. Арабов на Мальте сменили норманы, потом швабы, анжуйцы, арагонцы. Мдина по-прежнему оставалась административным центром острова. Здесь селилась местная знать, и город наполнился роскошными дворцами. Местный орган самоуправления Мальты назывался «Университа». Он контролировал ситуацию на острове и посылал отчет королю и его наместнику на Сицилии. В целом же, смена правителей на Сицилии автоматически меняла правителей на Мальте. В 1530 году Карл Великий передал Мальту рыцарям-госпитальерам, выбитым турками с острова Родос. Местные не были в восторге от такого решения, но рыцари их заверили, что планируют строиться на северо-востоке, а в Мдине селиться не будут. Типа, будем вести параллельное существование, никто никому не будет мешать. Эти заверения, однако, были нарушены. В 1693 году в результате землетрясения был разрушен дворец «Университа» и многие другие здания города. Великий магистр, Манаэль де Вильена, в 1720-х годах взялся за восстановление Мдины и попутно построил себе дворец. На месте дворца «Университа» столицу перенесли в Валетту. И местные аристократы стали потихоньку покидать Мдину и перебираться в новую столицу. Кафедральный собор тем не менее остался в Мдине, а великолепный собор святого Иоанна в Валете получил статус сокафедрального. Сейчас Мдина напоминает засушенный в гербарии цветок или окаменевший коралл. Жизнь из него ушла, он существует как один огромный музей, который днем наполняется посетителями, а вечером вымирает. Если прежде его звали городом знати, то теперь называют городом молчания или тишины. До прихода на Мальту рыцарей госпитальеров, народ старался не селиться на побережье, старался селиться поближе к Мдине. Так как если вы жили на побережье, вас могли с легкостью похитить пираты и продать в рабство. Ирина грустная. Ирина, скажешь что-нибудь? Идем туда, посмотрим. Пойдем, посмотрим туда. Там будет что-нибудь по-другому. Древняя бойница. С любой стороны крепостной стены, видно Средиземное море. Чувствуется, насколько остров маленький. Выходим на самую большую площадь Мдины, площадь Святого Павла, в глубине которой возвышается кафедральный собор Святого Павла. Нынешний барочный собор построил в 1702 году архитектор Лоренцо Гаффа, на месте разрушенной землетрясением Романской церкви. Собор имеет две башни с часами. Часы имеют два циферблата, один для демонстрации дня и месяца, а второй для показа времени. Если верить преданию, то такие часы были придуманы специально для того, чтобы вести дьявола в заблуждение. Заходим в музей собора. Музей собора был основан в 1897 году, и первоначально он размещался в нескольких залах, прилегающих к собору. Музей собора очень достойный. Там находится большая коллекция церковных ценностей. Часть ценностей была спасена во время французской оккупации, когда по приказу Наполеона вся церковная утварь у церквей конфисковалась и отправлялась во Францию. В частности, епископом Мальты Лоренцо Лабини были выкуплены серебряные фигуры Христа, Богоматери, Иоанна Крестителя и апостолов из собора святого Иоанна в Валете. Именно эти скульптуры теперь встречают посетителей музея при входе. Коллекция музея включает в себя различную церковную утварь. Сюда входят религиозные и светские произведения искусства, относящиеся к периоду с XIV по начало XX века, в том числе ряд средневековых панно, ранее находившихся в соборе. Столовое серебро для религиозных целей и домашнего обихода, религиозные облачения, историческая мебель и флагманская коллекция музея, постоянная экспозиция из 76 оригинальных гравюр на дереве Альбрихта Дюрера. Сколько серебряной и позолоченной церковной утвари? Крестик. Крестик. А правило, в таких домах были дворики. Ну, там какие-то жернова. какая киска непонятно а это носить носить взяли две палки тащили здесь лица не хватает какой мальтийца ух ты но ты даже получается 1 крещённые люди это на мальте получается до сих пор сильно вера католической на этом маленьких островах в общем забитаемых 365 церквей просто вдуматься 400 тысяч населения 365 церквей а почему а я так запомнилась количество дней в году запомнилась так количество дней в году равно количеству церквей на мальте интересно сейчас для нас эти картинки просто картинки того человека тоже лет пятьсот шестьсот назад это лишь только иллюстрация того он знал практически даже не умеет читать для него не было этих вопросов кто где изображен и за кем стоит и что он делать для меня лично это вообще не понять что кто да иисуса можно уже определить от всех остальных но я не ожидал что тут будет такое большое количество живописных картин ну ну лишь кристос лист омон комсомаре Женщина из Самары. Самара – древняя библейская гурта, где-то объем был. Я же не знаю уже. Невероятно! Сколько много картин старинных мастеров! Продолжение следует... Самый шел... Самый шел... Тебе снимем кто чего... Ну, в общем, ничем музичком. Мне понравился уже. А, вот это Святой Себастьян. Я помню, в детстве в Эрмитаже видел, весь вот тыканый стрелами. Надеюсь, вот так и стрел поменьше. К сожалению, экшн-камера, которой я в тот момент пользовался, недостаточно хорошо снимает. В недостаточно освещенных помещениях. И уже потом, монтируя это видео, я понял, что нифига хорошего не получилось. Очень жаль. Интересно, может еще кто-то посещал этот музей собора. И смог заснять, более качественно. Было бы интересно посмотреть. На просторах интернета, я изображений картин этого музея не нашел. Всем любителям живописи рекомендую посетить эту галерею, если будете на Мальте. Я тут думаю, что все про английские мотивы, тут бах, музыканты. Где? Ого. Гитар плейл, а он и умун. Он и умун. Он и умун. На рисунке. На пиздаже. Пейзажи Затюрморды Рыбка Рыбка, рыбка, где стоил? Рыбка, рыбка, собака, леса Рыбка, хорошая Тоже хороший портрет, правда? Я и Ментина Струнчики Перепила Блеск большой Цвет А он еще нашел свою картину Отлично Отлично Да, интересно В принципе Неплохой музейчик Мне что-то Лениво как-то подумал Извините А тут вот Даже неожиданно как-то Отсвечивает Ничего не будет видно Даже простыми глазами Муха видно Вот Кого-то он там получает Да Да Кто это Мать-си-претьи А, Мать-си-претьи Это их Который Разрисовывал Собор Который мы сегодня были Мать-си-претьи Что? Да, это снизу Это что снизу? Это зеркало показывает, что снизу Это резьба Видишь, все равно тетки сиськами голые Сидет тетки сиськами Вот пойми Что же библейские мотивы А тут, да Вот тебе И гей Содружество Так в том-то и дело Что мы ничего не знаем Вернее, я Совершенно Темен В этих библейских делах Абсолютно Не, ну чего Картина хорошая, пропорции соблюдены Человечески Тресло просережено Да Здесь собрание Смотреть каких-то арабов Чем-то делать Понятно Вот Отблески Отблески Ничего не дают Четко посмотреть Странно Арабские Какие-то Туркиш лэдис Ааа Туркиш лэдис Ааа Принесно Интересно Интересно Вообще Какой-то Данте Возвращение Мандия Мадонна Семьсот Тридцатый Семьсот Боже мой Это кто Доведи Натирается Туле Кто тут Краблика Интересная картина. Осада Мальты турками. Позже, нигде я её не нашёл в интернете. И у меня её снять хорошо, к сожалению, не получилось. Интересная досочка. Интересная досочка. Осада. Без святого предшествия, ничего бы не получилось. Это уже английский. Плывёт. Вот дюрер. О, вот это да? Да ну. Да не верю. Гравюры Альбрихта Дюрера я не ожидал увидеть в этом музее. Музей кафедрального собора владеет ранним набором этих гравюр высочайшего качества, большинство из которых пробные отиски, напечатанные до публикации первого издания в книжном виде в 1511 году. В музее можно посмотреть 76 оригинальных гравюр Альбрихта Дюрера. Гравюр Альбрихта Дюрера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! А ты знаешь, уже при жизни Дюрера, многие художники копировали его гравюры и продавали как оригинальные гравюры Дюрера. Альбрехту Дюреру, как-то раз, по этому поводу, пришлось подавать жалобу в суд Флоренции, чтобы защитить свое авторское право на свои гравюры. И что же решил суд? Суд разрешил другим художникам копировать его гравюры, но только обязал не ставить инициалы Дюрера, буквы, А и Д, на его копии. Вот такая защита авторских прав была уже в XVI веке. Дюрер был одним из величайших мастеров Ренессанса, и его работы по праву считаются шедеврами искусства. В экспозиции музея представлены как его знаменитые гравюры, такие как «Меланхолия» и «Адам» и «Ева», так и менее известные работы. Посетители имеют возможность ознакомиться с техникой работы Дюрера, его уникальным стилем и величественными произведениями искусства. Снимал хаотично и бессистемно, другими словами бессмысленно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Памятная доска, посвященная Марку Тулию Цицерону Марк Тулий Цицерон, в 70-х годах до н.э. римский юрист, ученый и государственный деятель с большой известностью, обвинил Гая Вереса, губернатора Сицилии, в многочисленных правонарушениях. Цицерон обвинял Вереса в ограблении знаменитого тогда храма Юноны в Марсо-Шлоке, на Мальте. Цицерон также обвинил Вереса в том, что он превратил город Мелиту, в одну большую текстильную фабрику. Заходим в собор. Собор святого Павла в Мдине – это одна из наиболее известных и почитаемых церквей на Мальте. Она посвящена святому апостолу Павлу, который, по преданию, провел на острове несколько месяцев после кораблекрушения на его берегах. Церковь была построена в конце XVII века, на месте разрушенного землетрясением 1693 года Нормандского собора. Несмотря на это в новом храме сохранились несколько примечательных произведений искусств. Из разрушенного собора, среди которых картина «Матья Прети», «Обращение святого Павла», тосканская живопись XV века с изображением Мадонны с младенцем, собор отличается прекрасным архитектурным стилем и уникальным дизайном интерьера. В церкви можно увидеть красивые фрески, статуи святых, а также роскошные алтари и огромное количество декоративных элементов. Собор святого Павла в Мдине является популярным местом для паломничества и туризма на Мальте. Его красота и духовная атмосфера привлекают множество посетителей со всего мира. Пол выложен мемориальными мраморными плитами, в память о почивших епископах Мальты и знатных горожанах. Под плитами находятся их могилы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Еще немного по собору. Очень впечатляют надгробные плиты, инкрустированные, различными расцветками мрамора. Надпись на табличке «Часовня Святого Распятия» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просят соблюдать тишину. Если кто разговаривает тут громко, так это итальянцы. Они просто по природе своей не могут тихо говорить. Цены в основном от 12 до 14 евро за что-то поесть. Кофе замечательное. Длинное видео получилось. Ну какое получилось, такое получилось. Кто досмотрел до этого момента? Считай, совершил подвиг. Теперь с легкой душой может подписаться на этот чудо-канал. И написать комментарий. Когда нет комментариев, то чувствуешь себя очень одиноко. Особенно когда живешь на чужбине. Напоследок, еще немного прогуляемся. Интересное приспособление для очищения подошвы обуви от грязи. Интересно, зачем оно тут? Дождей тут мало. Улицы, мощенные камнем. Это в Англии было распространено в основном. Погода там помокрее будет. Может пока англичане хозяйничали на Мальте. Они эти штуки, и завезли по привычке. Все. Всем пока. До новых путешествий. Субтитры создавал DimaTorzok